Что для меня мод? Что для меня стиль? В чем заключается работа с клиентом? Вот эти вопросы меня научили даже после того, как я закончила большое количество школ, модных курсов. И, наверное, чем больше ты становишься профессионалом, тем больше начинаешь задавать уже в себе конкретно вопросов, именно для того, чтобы и расти профессионально. И вот хочу сказать, что на моем пути очень удачно в нужное время, в нужный момент встретился человек, который, в общем-то, ответил на все эти вопросы. Работая стилистом, шопером профессиональным, встречая разных женщин, мужчин, я всегда стремлюсь человека преобразить. Я всегда говорю о том, что, вы знаете, я для вас волшебница. Волшебница, которая может изменить вашу жизнь. Ну, это действительно так. Все стилисты – это стилисты-волшебники, которые профессионально работают, которые могут преобразить людей. Много людей, у которых просто нет ни вкуса, ни стиля, и понятия этого нет. Так вот, тот человек, который встретился на моем пути, это был профессор моды Игорь Стар. Я благодарна бесконечно этому человеку, потому что он просто задал хорошие векторы в нужном направлении. Опять-таки, этот человек ответил на те мои вопросы, которые меня мучили. Что такое мода, что такое стиль, и как из людей, вернее, людям донести до того, что мода очень важна. И мода не в том понимании, когда по подиуму идут смешные модели и показывают смешные показы, а в том, что одежда очень важна для продвижения себя как личности. И вот как раз-таки стильный чат, на котором я присутствую каждый понедельник, на котором Игорь рассказывает невероятно интереснейшие вещи, дает возможность понять вот эти тенденции и продвигать, в общем-то, себя. Стильный чат для меня еще и возможность общения со стилистами, стилистами со всего мира. Это в том числе стилисты. Мы не конкуренты, мы работаем все в разных нишах. И мы можем делиться своими профессиональными какими-то навыками, какими-то фишечками. И это тоже очень интересно. То, что я вынесла из общения с Игорем, это вот две важные вещи, за которые я ему просто несказанно благодарна и признательна. Первое – это то, что стилист должен всегда отстаивать клиента, отстаивать его точку зрения. Это правда. Если клиенту некомфортно в той вещи, которую я ему предлагаю, его нельзя вот так одевать. Если клиенту комфортно, он будет тебе признателен, благодарен и придет к тебе снова и снова. И вторая вещь, которую я вынесла благодаря Игорю, что к моде нужно относиться с определенной дозой иронии и юмора. И тогда вообще будет все на высшем уровне. Потому что, если без юмора относиться, то, в общем-то, можно и... Ох, ну, с ума сойти. Может быть, это громко будет сказано, но глядя на женщин, мужчин, которые ходят по улицам больших и малых городов, и как они одеваются. Если к этому не относиться с юмором, то, в общем-то, становится очень грустно и печально. Поэтому я благодарна Игорю, вообще благодарна Вселенной за знакомство с замечательным профессором Игорем Слав. И когда я вот говорю, что я проходила обучение у профессора моды, всегда вопрос, кому бы я это ни сказала, что действительно такой профессор существует. Да, ребята, такой профессор существует. Поэтому стильный чат дает возможность развития, дает возможность опыта, дает возможность продвижения.